Прошлым летом произошло знаменательное событие, отразившееся на работе многих таксистов. Яндекс.Такси объявил о своем объединении с Uber на территории России и сделано это было в преддверии чемпионата мира по футболу, вероятно, чтобы не упустить возможность заработать на иностранцах, приехавших в Россию и совершенно незнакомых с сервисом Яндекс.Такси, а использующих в своих поездках только Uber. Для таксистов было объявлено, что теперь у них будет существенно больше работы, а значит и больше возможностей для заработка, ведь теперь произошло объединение пула заказов между Яндекс.Такси и Uber. Что означало для водителей примерно следующее. Неважно, через какое приложение пассажир разместил свой заказ, через Uber, Россия или Яндекс.Такси, и тот и другой будет назначен на ближайшего к пассажиру водителя, что сократит его время ожидания, а для пассажира даст возможность быстрее подобрать себе автомобиль и уехать по своим делам. Вроде бы все красиво выглядит, но на деле все не так. Чемпионат мира давно закончился, иностранцы благополучно уехали к себе домой, а объединенный пул остался и теперь у водителей нет выбора в заказах. Объективно говоря, средний чек за одну и ту же поездку по Яндекс и Uber отличается, а иногда и очень прилично. Причем заказы по Uber часто дешевле Яндекс.Такси. И если раньше я принял для себя решение работать через Яндекс.Такси и не работать через Uber как раз потому, что я не хотел выполнять одинаковые поездки за меньшую стоимость, то сейчас у меня нет такой возможности. Я не могу отключить заказы по Uber ни в своем приложении, ни в своем таксопарке, несмотря на многочисленные просьбы в службу поддержки. Я соглашусь с тем, что я получаю компенсацию за поездку по Uber, и даже если она стоит очень дешевой, то мне доплачивают разницу в безнали на мой счет. А иногда эта доплата достигает 50%. Например, при стоимости заказа в 180 рублей, тариф для водителя составляет 350. Но и в этом случае, при условии доплаты до общей стоимости в 350 рублей, при заказе через Яндекс.Такси, такая же поездка вышла бы мне в 380-4 сотом, что соглашусь не так уж и много. Но при учете количества заказов, выполняемых мной в течение дня, разница становится вполне ощутимой. А в последнее время я стал замечать еще одну неприятную особенность, характерную для заказов Uber. Согласно статистике, средний возраст клиентов Uber младше клиентов Яндекс. Проще говоря, на Uber ездит больше молодых людей и студентов. Как раз среди них и встречаются те пассажиры, которые часто стараются доехать за дешевой, в чем я их понимаю, я и сам был молодым и старался экономить по возможности. Но главная проблема даже не в этом. Главная проблема – это наплевательское отношение к своему и, что хуже всего, к моему времени. Вот довольно типичная ситуация. Пятница, вечер, узкая улица в центре. Скажем, Моросейка, Петровка или Малая Бронная. На каждой из них сейчас огромное количество кафешек, почти нет мест для парковок, зато есть очень много камер, штрафующих за неправильную остановку. Мне поступает заказ, я подъезжаю на адрес, отмечаюсь и сижу жду. Жду, жду, потом еще немного жду. В итоге выходит время, которое отведено на то, чтобы я приехал на адрес, потом заканчивается время бесплатного ожидания, затем почти заканчивается время платного ожидания. Наконец, ко мне выходит группа молодых людей, которые начинают обниматься, целоваться и прощаться друг с другом, будто улетают на другую планету навсегда. А я все жду, стоя на аварийке, выслушивая недовольные сигналы клаксона проезжающих мимо меня автомобилей. В итоге, они садятся ко мне в машину и я понимаю, что им нужно проехать всего ничего пару километров и мой заработок составит рублей 100-120, плюс компенсация. А вдобавок ко всему, те самые 120 рублей они насыпают мелочью, причем скидываются все вместе. Вот тогда у меня и встает вопрос, зачем так поступать? Я уже писал в одной из своих статей, обращаясь к пассажирам, что в приложении всегда видно ближайшие машины и нет смысла заказывать такси, которое подъедет через минуту, если вы еще сидите и допиваете свою чашку кофе и даже не думаете пока выходить. Я согласен ждать столько, сколько нужно, если заказ поступает с жилого дома, где нет камеры достаточно места, чтобы спокойно припарковаться и никому не мешать. Но когда заказ поступает с крайне узкой и очень оживленной улицы в центре, где стоять нельзя от слова совсем, то разве так трудно спланировать свое время заранее и вызвать такси, когда вы уже находитесь у выхода из кафе, чтобы как минимум не подставлять своего водителя на приличный штраф, а как максимум проявить хоть какое-то уважение к его времени, если уж вам настолько наплевать на свое. Объективности ради хочу отметить, что по индексу вероятность такой ситуации крайне мала. Вроде бы и там и там такси вызывают обычные люди, но в Яндекс такси заказы поступают от пассажиров, которые ценят и свое и мое время и думают о возможных проблемах водителя. А в Uber таких пассажиров в разы меньше, и я не понимаю почему. Но в последнее время я уже стараюсь, даже иногда в ущерб показателям активности, отказываться от заказов Uber, если они поступают в вечернее время из центральных районов города. Потому что активность свою я смогу восстановить, пусть даже и за 10-15 последующих заказов, но перспектива получить штраф в 3000 году, при возможном заработке заказа в размере 120 рублей меня совершенно не радует.